Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Докойного Афганистана и возрастающая конкуренция заставляет жителей города Харога, административного центра Горно-Бадахшанской области Республики Таджикистан, где не так уж много рабочих мест, настороженно относиться к увеличению числа афганских предпринимателей на городском центральном рынке. Из-за отсутствия промышленных предприятий и большой отдалённости этого горного региона от центра страны, только сфера услуг и рынок обеспечивает кое-какой работой жителей этой области. По сведениям миграционной службы, в данный момент на центральном рынке города Харог предпринимательской деятельностью занимаются около 30 граждан Афганистана. Местные жители требуют от правоохранительных органов взять под контроль, на их взгляд, подозрительную деятельность афганских предпринимателей. Кроме того, покупатели жалуются на грубые отношения торговцев из соседней страны, а местные предприниматели на ввоз низкокачественного товара. Во избежание конфликтных ситуаций иностранным предпринимателям необходимо выделить отдельное место для их деятельности, считают эксперты. В ситуации разбиралась Насима Мабора Кадамова. Сотрудники миграционной службы Горнобадахшанска автономной области Таджикистана совместно с правоохранительными органами страны в ходе очередной операции в Хароге задержали двоих жителей Афганистана, занимающихся нелегальным бизнесом на территории Таджикистана. Представитель областной миграционной службы Джафар Озадбеков сообщил о том, что правонарушители были оштрафованы. Во время проведения операции «Нелегал» двое жителей Афганистана были задержаны за нелегальное вторжение в территорию Таджикистана и оштрафованы на сумму 800 сомани. Нелегальное проникновение в страну – это не единственное, что беспокоит сотрудников правоохранительных органов. Жители города беспокоят неоднократные стычки с местными торговцами и словесные перепалки покупателей с афганскими торговцами. Недовольство покупателей в основном выражается в жалобах на некачественный товар, который продают торговцы из Афганистана. Царифа Давронова работает на рынке и несколько раз была свидетелем того, как обманутые покупатели из отдаленных районов возвращали некачественный товар. Однако продавцы не меняли и не принимали обратно этот товар, обращаясь к клиентам в очень грубой форме. Мы, продавцы города Харок, очень недовольны работой продавцов из Афганистана. Во-первых, у них товар очень низкого качества, во-вторых, они обманывают наш народ. Если им возвращают купленный у них товар, они не принимают его и грубо обращаются с людьми. Мухаммад Расули Мухаммад Айуб – житель области Тахор, Афганистана. Продает различную мелочь на Харокском рынке. По его словам, у него нет каких-либо проблем с покупателями и местными торговцами. Мы продаем всякую мелочь. У нас есть духи, шампунь, мыло, полотенце. Наши товары из Ирана, Пакистана, есть и товары китайского производства. Есть также товары из Афганистана. Вот эти нитки для шитя, шарфы, полотенца – это мы и продаем. Но не всех жителей беспокоят подобные соседства с торговцами из Афганистана. Санав Баджиянова – продавец Харокского рынка, не видит в лице своих афганских коллег конкурентов. Я продавец на рынке и сама лично не видела грубого отношения со стороны афганских торговцев. Они занимаются своей торговлей, а мы – своей. Мухаммад Расул Мухаммад Айуб уверяет, что многие торговцы из Афганистана заинтересованы в хорошем отношении с покупателями и предоставлении качественного продукта. Но все же есть и те, кто своими неуместными поступками ставят под сомнение работу других его соотечественников. Мы не завозим товар, который может вредить народу. Мы завозим только полезную продукцию. Это рынок. Тут разные люди занимаются торговлей. Есть те, кто стараются войти в доверие покупателя. Есть и те, кто занимаются однодневным бизнесом. Им неинтересно, что потом подумает покупатель. Мы же тут постоянно и стараемся наладить отношения с коллегами и покупателями. И все же местные жители и продавцы торговых точек сильно насторожены работой некоторых торговцев из соседней страны и считают, что под прикрытием работы на рынке они занимаются незаконным бизнесом, таким как торговля драгоценными камнями. Торговцы из Афганистана очень быстро переходят в дорогие торговые точки, в то время как местные продавцы работают под дождем и пылающим солнцем, говорит эксперт Рустам Содикион. Их товары дешевые. И наш народ, которые в основном проживают за чертой бедности, несмотря на низкое качество, вынуждены покупать дешевый товар. Я здесь больше ничего хорошего не вижу. Во всем мире иностранные предприниматели имеют отдельное место для торговли. К сожалению, у нас такого нет. Тем временем источник в мэрии Харога говорит, что на приграничных рынках соседних стран Таджикистана и Афганистана созданы подходящие условия для развития торговых отношений. Есть вероятность того, что торговые точки афганских предпринимателей будут перенесены из городского рынка в приграничный рынок вблизи села Тем, города Харог. Это будет во благо как самих предпринимателей, так и местных покупателей. Репортаж подготовила Насима Убора Кадамова из города Харог. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Надеемся, это время не прошло для вас даром. Вы слушали программу, подготовленную при поддержке Британского института по освещению войны и мира. С вами была я, Арзона Абдулкайсова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете iwpr.net, а также в фейсбуке вы можете просмотреть нашу страничку iwpr.таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время, и мы снова поговорим с вами о том, что важно.